Юные танцоры школы «Элит» приняли участие в соревнованиях «Хип-хоп Интернешнл», которые проходили в Москве. Удалось ли дотанцевать до победы, узнаем прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях руководитель Центра развития досуга «Элит» Владлена Степанова. Здравствуйте. Владлена, рада видеть тебя в студии. Расскажи, вот каких результатов удалось достичь? Ну, я так скажу, результаты, конечно, мы призовые места не привезли, к сожалению. Но мы набрались колоссального опыта, положительных эмоций. А тренера буквально в этот же день, когда уже дети станцевали и посмотрели на других участников, начали уже новые танцы ставить наперёд на следующий год. То есть это такой заряд энергии и вдохновения было у нас у всех, и у детей, и у тренеров, и у родителей, что сейчас по-иному мы будем смотреть на свои команды. Сколько ребят приняло участие в чемпионате и какого возраста? У нас было 16 детей от самой маленькой. В разных категориях, да, получается, они? Да, но мы приняли в номинации «Мегакрю» только лишь. Так-то, конечно, было бы здорово ещё быть джуниор, принять участие, но мы не особо так успели что-то доделать. Ну и решили, что не будем как-то кипятиться, что-то лишнего комковать. Мы решили сделать «Мегакрю», но хороший, качественный танец. А что такое «Мегакрю»? «Мегакрю» — это массовая номинация. То есть в этом году от 10 до 40 человек. А вообще сколько было участников? В нашей номинации было 23 команды или 22, я уже точно не помню. Со всей России. Ну это такой хороший уровень, да, вот «Хип-хоп интернешнл» считается одной из самых... Чемпионат России, да. Да, чемпионат России. Там было 56 городов. Я считаю, что это очень такой уровень, достаточно высокий для нас. Организаторы вот этого «Хип-хоп интернешнл» можете рассказать, чтобы понимали наши телезрители, кто они такие? Ну, как известно некоторым танцорам, да, в том числе и нашему региону, некоторым командам, «Хип-хоп интернешнл» — он же идёт как мировой уровень. Есть в США, в России, в Израиле, ну и так далее, да, скажем так, по разным странам. В этих странах отбираются самые лучшие команды в номинации «Мегакрю», «Варсити», «Эдалтс», «Джуниор». Там три места, там три места, там три места. И всё отсылается уже на мировой уровень, где выбираются лучшие танцоры уже не России, а мира. Ребята не только себя показали, на других посмотрели. Вот какие отзывы? Ну, они, конечно, в шоке. Там даже 5-6 лет посмотреть детей, какие они уровнем высокие, какие они выносливые, какие они сильные. Они постоянно какие-то трюки делают. Они даже самим выходом на сцену уже удивляют. Они такие, ну, сказать в хорошем смысле, как звери такие. Они готовы побеждать. В нашей команде, нашему региону нам ещё надо работать над этим. И я считаю то, что танцевать с лучшими, это намного лучше, чем мы бы поехали на конкурс по хореографии, допустим, по современным танцам. Это первый такой вот опыт выступления? У нас, да. У тренеров нет. Мы уже там участвовали, как сами участники в 2016 году. А в этом году мы уже были в качестве тренеров. У нас 4 хореографа было. Тэми, Полина, Лена Дементьева, которая сейчас вот у нас уехала, и я по постановке больше всего, по рисунку танца. Так что в основном у нас участие в номере, это заложили свои опыты, знания, это Тэми и Полина. Трудно было туда попасть? В принципе, нет. Заявку отправили, взносы оплатили, деньги собрали, энергии собрали, танец сделали, костюмы куплены, поехали. На следующий год тоже будете участвовать? Да. Мы наконец-то увидели заряд у родителей в плане того, что они поняли, что танцевальный спорт, ему есть место быть. Они тоже ездили, родители, да? Это было, конечно, классно. Они тоже посмотрели, как другие родители болеют за свои команды. Они там просто разрываются так, что голоса у всех садятся. И наши родители сидят с трибуны, они прям тоже там кричали, болели. Мы же все еще плакали там. Это вообще такой эмоциональный позитив был, конечно. Плакали от чего? От счастья, наверное, от нервов. Это все вместе было. Зрителей много было, да? Очень. Несмотря какой город, да? Несмотря кто ты, откуда ты, как ты. Поддерживали, наверное. Он просто энергию распирает, да. Сколько сейчас в вашей школе учеников, танцоров юных? Так, ну, я, наверное, скажу основу. Наверное, основных таких вот у нас танцоров юных 350, наверное. Ну, не включая взрослых, малышей. Вот таких вот танцоров, которые активно принимают участие не только вот в Москву ездили, а вообще, в принципе, участвуют на мероприятиях округа, города, куда нас вот приглашают. Хип-хоп направление, это уличное, да, направление? Как оно вообще возникло? С улицы, да, правильно. Ну, это самовыражение себя. Мне кажется, я другого любого направления, наверное, вот, ну, конечно, можно сравнить с contemporary dance, там тоже импровизация идет, да, души и тела. Но хип-хоп, он настолько расслабленный, если в контемпе мы тянем носок, руки, шея, голова, поворот, взгляд, в хип-хопе там намного все проще. Намного все можно меньше, намного больше. То есть там масштабов больше. А в этом направлении сколько ребят он занимается, вот именно по хип-хопу? Именно вот эта команда один год. А так это, если честно, сборная у нас. Кто-то бальник, кто-то хип-хоп, кто-то контемп. Это такое дополнительное, да, направление? Да, то есть у нас каждый ребенок, который в этой команде находится, они могут станцевать все. Им поставишь баль, они поставят и сделают. Такие универсальные танцы. Да, они универсальные у нас. В этом вот плане нам повезло. Вот эти вот 16 детей, чтобы вот ни в какую музыку не включил, они это сделают. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, да? И я знаю, что вы организуете открытые уроки, и где можно прийти, посмотреть. Может, кто-то придет и заразится вот этим движением, и не только этим. Когда они проходят, в какое время? В декабре и в мае раз в полгода, чтобы родители отслеживали результаты своих детей. Да и, в принципе, мы тоже наблюдаем по видеозаписи, какие они были, какие они стали, какие они будут потом. То есть мы же контролируем процесс вот этот. Где-то если стоим мы на месте, значит, что-то нужно менять. Если что-то, допустим, результата какого-то не хватает, мы приглашаем на индивидуальные занятия, чтобы ребенка подтянуть. То есть открытые уроки хороши тем, что когда приходят гости, вот тогда-то дети прямо начинают танцевать максимально. Им самим становится интересно. Как попасть в школу? С какого возраста принимаете? Мы приглашаем от трех лет, то, конечно, нет ограничений сейчас, на данный момент. У нас такого отбора, я скажу, что нету. Нет такого, что ты принят, а ты нет. Мы берем абсолютно всех. У нас нет было такого, чтобы на протяжении какого-то времени мы потом детям сказали, знаете, вы слабенький, поэтому до свидания. У нас никогда такой истории не было. Поэтому все дети, они развиваются в разных направлениях, в разных уровнях. И вот, допустим, есть ребенок, который совершенствуется быстрее, а есть тот, которому нужен, например, более индивидуальный подход. Естественно, мы их поделим и дорабатываем. Там одна программа, там другая программа. А сколько всего групп у вас в школе? О, много. То есть от современных до классических танцев? Да. Вот у меня, например, бодибалет. А чем он отличается от классического балета? Классический балет, он более профессиональный. Бодибалет, он идет от самых истоков. То есть это основа всех основ. Мы не торопимся стать на пуанты, мы не торопимся одеть пачку. Мы больше совершенствуемся над телом. Пластика, да? Да. Грация, пластика, растяжка. А со скольки лет? Ну вот у меня девчонки занимаются от 6 до 9. Сейчас вот в следующем году, подумываю, может быть, взять чуть-чуть поменьше. И как-то, скажем, новички и второй год обучения. Может, как-то разделить их. Вот. Ну, посмотрим по времени, пока ничего не загадываю. У нас впереди летние танцевальные сборы. Да, я хотела по этому поподробнее остановиться на этом. Знаю, что у вас летняя школа будет танцевальной работать, да? Вот как туда попасть и в какой период она будет организована? У нас четвертый год подряд организовываются летние танцевальные сборы. В этом году у нас 3 июня первая смена, вторая смена 1 июля и третья смена 5 августа. Это не только для учеников школы элит. Любой может стать ее. Кстати, вот, и хочу подчеркнуть, у нас, ну, может быть, процента 3 наших детей. Все остальные проценты это новички. У нас в основном дети, которые посещают нас, основные, они же по вечерам занимаются. Поэтому им вполне достаточно этого материала, своего направления. Сколько она будет длиться и вот что там будет запланировано? Три недели у нас идет. Ну, мы сейчас делаем акцент не именно на танцевальные сборы, да? Почему танцевальные, спортивные? Потому что у нас помимо танцев еще подключается детский фитнес, пилоны, вокал и развлекательные часы. Каждый день посвящен чему-то. День торта, день мукасольки, день театра, день кино, день памяти. То есть мастер-класс, да, будут запланированы? Да, и мастер-классы по 8 направлениям. А со скольки до скольки по времени? Вот ребенок будет занят, и родители могут не беспокоиться. До весь день. С 8.30 утра мы принимаем. Мы же еще и организованно делаем комплексный обед в кафе. Вводим их туда, возвращаемся, занимаемся снова, и родители потом уже забирают. Ближе к 4 часам. Да, знаю, что еще трудоустраиваете уже подростков от 15 до 18 лет, если сейчас не ошибусь. Ну, я стараюсь брать больше, конечно, от 15 до 16. Вот. В этом году взяли мы 10 подростков, да. Они у нас каждый год вместе со мной делают развлекательную программу заранее. Мы сидим, пишем, разбираем, думаем, было бы нам это интересно прежде всего или нет. Потому что если взять что-то с интернета, никому это неинтересно. Мы всегда сидим, что-то придумываем, пробуем сами, а и только потом уже на детей. По отзывам прошлогодние. Какие вообще они? Понравилось, не понравилось? У нас есть социальная сеть ВКонтакте, там есть отзывы от родителей. У нас не было такого, чтобы кто-то чем-то был недоволен, какие-то возвраты. У нас такого не было. У нас в основном все идет, скажем так, гармонично. Если что-то, какие-то есть проблемы, мы это все решаемо. То есть это всегда можно поговорить, решить, что-то обсудить, что-то поменять, что-то добавить. То есть мы люди открытые, контактируемые, гармоничные. Вы активно занимаетесь и проектной деятельностью, выигрываете гранты. Расскажите подробнее о проекте, который был посвящен людям серебряного возраста. Они тоже окончили у вас студию танцев, и было итоговое мероприятие. Как, кстати, оно прошло? Отлично. Это было такое по-семейному. Вот по отзывам. Это где было? В Арктике, во Дворце культуры, да. Это было настолько душевно, тепло, по-семейному. Отзывов я слышу, как настоящая большая семья. У нас как-то так... Мы не стали много номеров вставлять. Мы выбрали такие самые-самые. От трех лет до людей преклонного возраста. И завершили тем, что наградили их памятными подарками, призами, грамотами, сертификатами. Это был президентский проект? Да, при поддержке фонда президентских грантов. Так что, да, мы там подарки им вручили, памятные подарки, шарики, блокноты. Там, в общем, много всего. Мы футболки точно также подарили с логотипом. Чему они научились за время реализации проекта? Ну, они могут вполне взять и организованно поехать теперь уже на какие-то соревнования. Они знают основы чатча, самбы, медленного вальса. Могут точно так же... Кстати, мы в эту субботу, 1 июня, принимаем участие в благодарительном концерте во Дворце культуры Артика в 5 часов. Вот там мы опять снова танцуем вместе с ними. Поэтому у нас... Вот, самая главная задача моя была, это не только их обучить, но и принимать участие в различных мероприятиях у округа. Что у нас вот получилось, нас приглашают, и это очень приятно, это очень радует. Так что у нас пенсионеры довольны, прям организованно собрались, быстренько всё повторили, платье уже наглаживаем, завтра выступаем. Платье тоже изготовили в рамках проекта, да? Да, мы закупали всё в рамках только президентского гранта. Сколько самой молодой участницы проекта, и самой опытной, так скажем? Мы их возраст не спрашиваем, но мне кажется, не младше 50. Они раньше занимались? Вы наверняка же с ними разговаривали, да? Один только. А все остальные вот с нуля. И как оцениваешь, вот как профессионал их успехи? Ну, конечно, классно. Вот мы в 2017 году начинали, это было совершенно иное. Это было, не скажу, что тяжеловато, но это нужно было акцентировать внимание на некоторые вещи, мелочи. А сейчас покажешь, к примеру, раз, два, три, раз, два, три, повернули, всё, повторили, всё, молодцы, давайте сначала. Сделают. Уже меньше вопросов, уже больше опыта, они всё уже знают основу. Сколько их было человек? У нас вообще приняло участие, вот мы к списке, кстати, делали недавно, до днях, основных было 58. Ну, это достаточно много, да. Вот, а такие, которые самые активные, которые уже второй год, да, обучения, вот у нас выбрали... Проект рассчитан был на два года, да, получается? Нет, на один. На один год. В 2017 год был региональная политика грант, в 2018 год фонд президентский грант. И вот сейчас я снова написала проект, надеюсь, мы его выиграем и продолжим. Третий год будет уже. Вот, так что даже, не знаю, вопрос, кстати, по возрасту, я так задумалась, на самом деле, сколько нам самый младший? Надо узнать этот вопрос. Так что, да. Было бы интересно узнать. Это, знаете, показывает то, что заниматься танцами никогда не поздно. Да, это очень. У кого-то в детстве была такая мечта, я много знаю таких, да, но по каким-то причинам человек не занимался. А здесь и шанс хороший. Да, и расскажи еще о каких-то интересных проектах, которые удалось реализовать за период вашей школы. Ну вот сейчас у нас стартовал грант региональной политики. Мы тоже выиграли работа со студентами на бесплатной основе. То есть мы с ними занимаемся две группы танцевальная и спортивная. Это какой период будет? Вот мы уже начали. И заканчиваем в январе. То есть мы будем по всем учреждениям нашего округа, Найт, Пит-Колледж, делать День студентов в январе, 25 числа. Такими вот праздниками небольшими в каждом учреждении показывать показательные номера, и в том числе вот студентов, которые мы сейчас обучаем. Танцевальное направление, это ведь одно из направлений, да? У вас школа досуга. Вот чем еще развлекаете наших детей? У нас есть еще очень актуально сейчас это вокал. Вот у нас начала работать Волчейская Тамара. Очень тоже такой педагог, ответственный, добрый и опытный. Она получила гран-при на Молодежной весне, кстати, в том году, по-моему, если не... В этом году, в этом году, извините. Вот. И детишки сейчас вот прям получают огромное удовольствие от ее посещения на занятия. Так что да, вот у нас сейчас вокал добавился. Логопед, психолог, английский язык. У нас сейчас еще начала работать Лариса Борисовна. Она представляет курс юного буквоеда. Это изучение алфавита с нуля. То есть за 33 дня детишки приходят, обучаются алфавиту. С сентября, кстати, вот будет два потока, потому что очень большой спрос на это. И они сдают экзамен на 33-й день с родителями совместно. Смотрят то, чему они обучились. Также награждаем сертификатами, что они стали юными буквоедами. Да, у нас очень много курсов различных. Курсы похудения очень много у нас. А, даже есть курсы похудения? Конечно. Не знала, можно подробнее узнать? Ну вот сейчас, правда, моя группа полностью занята, да? Нон-стоп называется. Но с Юлия у нас есть несколько мест освобождается в связи с тем, что кто-то уезжает в отпуск. И есть также кардиомикс. Это что такое? Кардиомикс, это у Оксаны, нашего тренера, которая обучалась тоже в московской, если не ошибаюсь, фитнес-центре. И по пилонам она тоже там обучалась очень много чему. Различные курсы проходила. Да и, в принципе, сама она тому пример, какая она была и какая она сейчас стала. Это очень же хорошо, когда тренер твой стимулирует тебя на то, как нужно выглядеть, к примеру, да? Или как, ну, к чему ей стремиться. А есть уже результаты положительные? Да, мы делаем фотографии до и после. У меня есть женщины, которые, их у меня, наверное, 7-8, они год занимаются. И мы тут недавно на днях очень так позитивно посмотрели фотографии года назад, как они ко мне пришли. Похудение это с помощью танца или с каких-то специальных упражнений? Да, фитнес-нагрузки. Ну, у нас Оксана отличается тем, что у меня комплекс разных фитнес-групп. Фитнес же, он подразумевает это и фитболы, и степ-платформы, и бодибары, гантели, ну и так далее. Это многое можно перечислять. А у Оксаны больше нагрузка на кардио, то есть больше на сосудистые такие мышечные. То есть больше прыгаем, больше скачем, больше функционала, больше силового. Вот. А у меня не так всё быстро, и мы прокачиваем мышцы. Худеем, прокачали, худеем, прокачали, худеем, прокачали. Но у неё процесс намного быстрее, поэтому женщинам придётся ещё и что-то дома делать, какие-то домашние задания, чтобы успевать укреплять мышцы. А сколько в неделю нужно заниматься? Ну, в идеале, конечно, 4 раза в неделю. В идеале. Ну и питание. Конечно, вы тоже даете какие-то рекомендации, наверное, по питанию. Месяц мы даём питание, чтобы любой человек мог вникнуть в этот процесс питания, как он должен питаться. Потому что каждый сугубо индивидуален. Просто есть тренера, которые пишут программы, и, допустим, у кого-то... Ну, не устраивает этот продукт, да? Они говорят, ну, значит, ходи голодный, да? Это неправильно. Каждый раз есть замена на другому продукту. И мы разбираем это питание, как, кому что подходит, кому что не подходит. Да, что вот такое. И я поняла, что в вашей школе много женщин, а мужчины есть вообще? Да, мужчины занимаются у нас. А какими направлениями? Ну, то же самое, вечно молодые, к примеру, свадебные танцы. У нас сейчас сезон лета начинается. То есть, если свадьба намечается, к вам можно обратиться? Да, не обязательно, можно мальчишник, девичник, жених, может быть, захотел сделать подарок невесте на свадьбе будущей жене, да, скажем так. Да, разные ситуации бывают. А много вот по такому поводу обращается? Ну... Какой необычный танец пришлось вот ставить? Танго на свадьбу. Было немножко удивительно, но мы ставили танго на свадебный танец. Это было классно, кстати, необычно. Женщина у нас переоделась из свадебного наряда в красное обтягивающее открытое платье. И они танцевали, вот танец страсти и любви. Долго пришлось с ними тренироваться? Да нет, кстати, все, очень многие пары переживают, что шести занятий не хватит. На самом деле это достаточно, чтобы... Если ты попал хорошему педагогу, то он тебе и за три занятия поставит быстро. Главное отработать, и как ты будешь смотреться. Поэтому мы стараемся быстро поставить танец, но чтобы потом его отработать. Где-то доработки сделать какие-то, что-то где-то поменять. Поэтому пара в любом случае справится, в любом случае. У нас никогда не было, чтобы кто-то дополнительное занятие брал. Классические танцы есть или они еще только в перспективе? Для взрослых? Да, для взрослых. Очень много спрашивают. Очень много. Поэтому, да, я спрашиваю, тоже мне интересно. Но, естественно, это направление мое. Потому что по образованию, по опыту это ко мне уже. Но в связи с тем, что у меня пока маленький еще ребенок, не могу я так себя сильно загрузить, чтобы брать дополнительные группы. Но я открыла группу растяжки и гимнастики партерной, где женщины занимаются грацией, то же самое растяжкой, все группы мышц. Делаем спортивный массаж, я им в конце занятия делаю. То есть это очень хорошая альтернативная замена вот этому направлению классическому. Как ты, Владлено, пришла к танцам? За скольки лет занималась? С трех, конечно. Я очень давно танцую. Если честно, был случай такой. Мне лет 17, наверное. В 16 лет я организовала свой коллектив. Вот с чего началось. Мы заняли, по-моему, первое место на Молодежной весне. Нам еще какие-то спонсоры деньги подарили. И вот тогда стоя на сцене с грамотой, вот в руках, да, я думала, так, надо задуматься, наверное, что-то идти дальше. Так вот, стукнула мне 17 лет. И мама меня спрашивает, ну что, куда ты будешь поступать? Я говорю, я, наверное, финансиста. Я же поступила, я же документы сдала. И сдала документы на хореографа. И вот мы идем с мамой как-то по-архангельску, я помню, и она мне говорит, Владлена, слушай-ка, давай ты сэкономишь мои деньги и нервы и пойдешь на хореографа. И, в общем, я думаю, действительно, что я там с бумажками буду сидеть? И не пожалела? Нет, не пожалела. Ну, естественно, я открыла сначала другой вид деятельности у себя, а потом поняла, что ночные работы — это не мое. Я была организатором различных мероприятий. Это очень тяжело, если честно. А вот эта работа, когда я основала свою школу, достаточно очень даже гармонично все пошло. Сколько сейчас педагогов у вас в школе? Так, с появлением еще одного у нас теперь 12. Достаточно много. А сколько лет тебе, если не секрет? Ну, в феврале, через полгода, скажем, 28 будет. Ну, мне никто не дает. Никто не дает, да. Отлично выглядишь, но ты такой пример того, что в 20 лишних лет, да, можно добиться таких успехов. И быть уже руководителем своего бизнеса, это тяжело наверняка. Ну, естественно, ничто не дается так прямо легко и по щелчку. Надо работать, надо вкладывать силы. Развиваться постоянно. Да, конечно, это я не знаю. Я, конечно, много знаю таких людей, которые организовали все, назначили управляющую и сидят дома на диване, получают денежки. Я не из тех людей. Я больше склоняюсь к тем людям, которые развиваются даже сидя на диване, имея ребенка, лежа в роддоме. Я всегда постоянно что-то читаю, постоянно что-то ищу. Я постоянно смотрю, где бы что-нибудь, какие-то проекты написать. У меня голова, она постоянно в рабочем процессе. Постоянно. И у меня нет такого, чтобы, например, я поехала в отпуск и что-то могла оставить просто так. Я всегда на телефоне. Я всегда думаю. То есть, ну, для меня этот образ жизни уже, ну, как сказать, в норме для меня. Обычно, да. А есть ли проекты, которые ты хочешь еще реализовать? Да, я подала сейчас на Локойл грант, на региональную политику. Жду президентский грант. Еще сейчас должны объявить еще один-второй этап. Естественно, я пока не могу этим поделиться, потому что я человек такой и сначала получу, а потом расскажу. А то потом получится, что так в пустыне рассказано. Какие планы у вашего центра на будущее? Может быть, что-то еще хотите открыть? Да, мы будем расширяться. Помещение сейчас нашли. Будем решать вопрос сейчас в плане ремонта. Хотелось бы что-то такого новенького. Для Наринмара, я имею в виду. Не для нашего именно центра, а вообще, в принципе, для людей округа. Что бы вот такого вот хотелось бы. Поэтому было бы здорово после этого интервью, если люди услышат о том, о том, о чем мы с вами разговариваем. Было бы здорово услышать отзывы о том, что бы им хотелось. Наверняка они где-то в другом городе что-то новое увидели для себя, а здесь не могут себе позволить. Мы из тех людей, которые могли бы это реализовать. Ну, смотря, конечно, что. Поэтому было бы здорово получить обратную связь от наших жителей округа, чтобы послушать их пожелания. Было бы здорово, мне кажется. Да, у вас сейчас танцевальный сезон не заканчивается, а будут организованные школы, да? Ну, я думаю, на следующий год выступления какие-то новые запланированы. Да. Мы в декабре хотим поехать на United Dance Open. Это город Санкт-Петербург. Тоже по современным танцам. Это фестиваль. И в марте мы, конечно же, хотели бы попробовать снова на Хип-Хоп Интернешнл 2020 год. Но уже немножко в других рамках. Мы будем вот сейчас создаем женскую команду от 10 до 14 лет. Мужскую команду. Мега-крю из этих всех вместе. Маленькие 5-6. Вот мы решили взять на Хип-Хоп. Тоже очень классное такое направление будет. И от 7 до 9. От новички и танцующие. То есть у нас будет... А, и студенты Хип-Хоп. То есть у нас вот 6 групп разных возрастов, где мы вот будем сейчас вот набирать. Ну, что-то уже набирается. Совершенствовать, номера делать, развиваться. И попробуем уже вывести. Может быть, конечно, получится не все команды, но вот женская, мужская и сборная. Мы их точно повезем. Вот, Лена, скоро у нас 1 июня. А ваша деятельность непосредственно связана с детьми. Я думаю, у тебя есть что им пожелать сказать. Пожалуйста, вот на эту камеру. Может, пригласишь их в свой лагерь или на танцы. Так, наши юные друзья. Наши маленькие друзья нашего округа. Хотелось бы в завтрашнем дне вам пожелать, чтобы этот праздник был для вас, был самый счастливый в вашей жизни, чтобы ваши родители подарили самое главное — заботу, любовь и счастье в доме. Это первое основное, что хотелось бы вам пожелать, чтобы вы росли, развивались, учились и находили себя там, где вам будет комфортно. Естественно, мы, конечно, хотели бы с вами, с каждым поздороваться, познакомиться. И мы ждем вас у нас в центре. Мы всегда открыты, мы всегда дружелюбны. Найдем подход к любому и выслушаем ваши пожелания, чего бы вам хотелось бы. Приглашаем также 1 июня на площадь Мороцей. Там будет проходить классное мероприятие для вас, организованная различная программа. И у меня для вас будет завтра небольшое маленькое видео-поздравление, так что ждите в сетях. Увидимся. Спасибо большое, Владлена. Би успехов, новых побед. Спасибо. Вам и вашему коллективу. Приходите к нам, еще будем рады. Спасибо. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был руководитель Центра развития и досуга «Элит» Владлена Степанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»